Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс, в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Республика Татарстан услышала имена своих лучших студентов. Один из самых ярких праздников для студентов России – Татьянин День в КФУ. Казанский университет заключил соглашение о сотрудничестве с ведущей нефтегазовой корпорацией Индии. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась презентация книги российского журналиста и телеведущего Сергея Абрилева. Книга посвящена уникальному эпизоду Второй мировой, когда около трех десятков советских разведчиков-нелегалов были заброшены в Европу при помощи британских спецслужб. Часть этих разведчиков готовились к своим миссиям в Поволжье. Подробности со встречи в нашем следующем выпуске, а мы продолжаем. В рамках республиканской премии «Студент года Республики Татарстан-2018» были названы имена лучших студентов. Проект идет уже 14 лет. Он направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливых обучающихся по образовательным программам высшего образования Республики Татарстан. Об итогах конкурса наш следующий сюжет. 25 января в концертном зале культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» состоялась церемония награждения финалистов 14-й республиканской премии для обучающихся по образовательным программам высшего образования «Студент года Республики Татарстан-2018». Я протокольную миссию выполняю от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Мениханова, от имени Государственного Совета нашей Республики, от имени правительства Татарстана и широкой общественности приветствую и поздравляю всех номинантов и победителей. Это на самом деле важно. Важно, потому что молодежь в республике креативна, задорна, она уверенно смотрит в будущее. Главной целью конкурса является выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. По итогам отборочных этапов, где студенты презентовали себя и университет, финалистами премии стали 25 представителей КФУ, что составило практически половину от общего количества финалистов. Ребята достойно защитили честь университета в очных отборочных турах и прошли финал в 16 номинациях премии. Впечатление самое яркое, это замечательная премия, прекрасная организация. Хочу сказать огромное спасибо члену жюри организации конкурса, своему институту, Казанскому федеральному университету. Я очень счастлива. Из года в год достижения студентов вуза не остаются незамеченными. Очень рад, что наш труд оценили на республиканском уровне, что то, что мы делаем, это все не зря, что ребята стараются не зря, что это как-то оценивают, что люди видят нашу работу, наши старания. Конкурс открывает новые таланты и новые имена. Знаете, за все три года, которые я подавалась, с каждым годом я понимала, что я становлюсь все сильнее и сильнее. В этом году мне удалось стать мастером спорта международного класса, мне удалось войти в число участников зимней универсиады. И я думаю, что для меня это большое достижение и, конечно же, опотно делать все, чтобы побеждать. В номинации Гран-при студент года лауреатом стал Ислам Шерифулин, студент Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. А победителем стал Андрей Анисимов из Казанского государственного медицинского университета. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Календарь январских праздников дарит одно событие за другим. Еще один приятный повод для поздравлений и дружеских объятий – Татьянин день. Для одних это именин, для других – студенческий праздник. О том, как ответили этот день в Казанском университете, в нашем следующем сюжете. Татьяне день. Этим напитком 25 января с 19 века считают доброй традицией. Почетные гости в сопровождении творческой группы и музыкальных композиций двинулись в сторону Уникса, где их радушно встретили студенты. Прологом праздничного вечера послужил номер эстрадного оркестра «Аврора» в синтезе с диджеем, посвященной молодости. Для приветствия гостей и виновников торжества на сцену был приглашен первый проректор Казанского федерального университета Рияс Миндзарипов. Тот заряд бодрости, жизненность, который вы здесь получили, всему тому, чему научились, вы сохраняли всю свою жизнь. Казанский университет не только самый крупный вуз Татарстана, но и кузница активных молодых талантов, которые ярко проявляют себя во всех сферах общественной жизни. Творчество, науки и, конечно же, учебы. Именно поэтому поздравить в этот день приехали и выпускники «Альма-Матер». Казанский федеральный университет был и будет тем локомотивом, который будет вести в золотое студенчество всю республику. Сегодня праздник всего студенчества, российского студенчества и студенчества Республики Татарстан. И этот вот дух студенчества, некоторого авантюризма, пусть он царит сегодня и всегда не покидает нас. Праздник продолжился с театрализованным дефиле Татьян КФУ под музыкальное сопровождение и проекционное шоу. Не обошлось и без главной виновницы торжества Татьяны Ларионовой, которая поздравила студентов с праздником. Я счастлива, что я поступила. И я счастлива, что я закончила наш университет. И я всех поздравляю, что мы имеем непосредственное отношение к этому лучшему в стране и миру университету. Торжество продолжилось выступлением творческих коллективов зрителей. Аплодисментами. Диана Шилова, Леонард Витьяров, Универ Ньюз. Преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета соревнуются в восьми видах спорта на ежегодной спартакиаде. Подробнее в следующем сюжете. 25 января в Казанском федеральном университете стартовала спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Соревнования проходят по восьми видам спорта. Настольный теннис, бадминтон, бильярд, мини-футбол, шахматы, плавание, волейбол и лыжные гонки. Мероприятие организовано Общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта, Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания и профсоюзной организацией работников КФУ. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 представителей университета. Лучшие в спартакиаде будут награждены медалями и дипломами. Спартакиада направлена на популяризацию физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Лучшие команды по каждому из видов спорта примут участие в спартакиаде Республики Татарстан. Спортивные состязания продлятся до 17 февраля. Артем Дупичкин, Роман Полинсков, Универньюз. Ученые КФУ испытывают разработки по повышению нефтедачи на индийских месторождениях. Эту возможность университету предоставить соглашение с Индийским научно-исследовательским институтом ОНГС. О том, что планируется выполнить в рамках данного соглашения, наш следующий сюжет. Казанский федеральный университет и Индийский научно-исследовательский институт ОНГС Лимитед заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют реализовывать совместные проекты в образовательной и научно-исследовательской сферах. Стоит отметить, что ОНГС – это ведущая институтная компания «Индис». Она добывает более 70% нефти и газа Индии. И сегодня это открывает для нас двери именно для сотрудничества с этой институтной компанией. Соглашение предусматривает переподготовку и повышение к квалификации руководителей инженерно-технических кадров индийской стороны, организацию и проведение на базе компаний практик и стажировок студентов и профессорско-преподавательского состава университета, внедрение передовых российских и иностранных разработок в области нефтедобычи в практику и производство. Все началось в 2017 году, когда на базе Казанского федерального университета проходил второй международный семинар конференции «Термал и ОР». Это международная конференция, которая была учреждена Казанским федеральным университетом и каждый год проводится в разных странах мира. На базе этой площадки собираются ведущие специалисты со всего мира. Это представители университетов, нефтяных компаний. Как раз первое знакомство именно с Казанским университетом у НЖС состоялось в рамках этой конференции. Они увидели наши возможности, увидели наши лаборатории, разработки. Проректор по научной деятельности КФУ Денис Нургалеев отметил, что партнерство с ведущей нефтегазовой корпорацией Индии имеет хорошие перспективы, сообщает пресс-служба университета. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok